Соли, не покидай меня, безумная мечта, Роба мужчину превращает красота. Российская версия песни «Бэль» из мюзикла «Ноттердам де Пари» знакома практически каждому. Послушать её в живом исполнении тех артистов, которые участвовали в самых первых постановках легендарного спектакля в нашей стране, довелось и саровским зрителям. В наш город привезли не весь мюзикл, из него отобрали несколько арий. Получился своеобразный спектакль-концерт при минимуме декораций и без сложных танцевальных номеров. Мы сохранили логическую историю, где-то проложили вставочками каждые номера, чтобы была хотя бы какая-то рассказанная история, как от рассказчика какого-то за кадром. И, в принципе, всё зрителю понятно теперь, о чём идёт речь. Партию «Феба» одного из главных героев «Ноттердам де Пари» исполнял Эд Шульжевский. Впервые эту роль он сыграл в самых первых показах российской версии мюзикла в начале 2000-х годов, когда постановка была на пике популярности. Когда я играл в «Ноттердаме», мне Феб был не близок, он мне был очень далёк. Мне тогда было всего 20 лет, сегодня мне 37. А Феб всё-таки достаточно такой дерзкий, мужественный и расчётливый персонаж. Через пару лет Эду Шульжевского позвали на роль Ромео в мюзикл по произведению Шекспира. И тогда образ влюблённого 16-летнего юноши был понятнее артисту. Но спустя годы Эду стал ближе Феб. Самая любимая у него песня из «Ноттердама» – «Как мне быть». На разрыв, как говорится. И там есть где играть, и есть где развернуться в смысле вокала, потому что диапазон песни очень большой, очень много модуляций. На самом деле так написан весь «Ноттердам». С точки зрения вокала – это очень интересный репертуар для вокалистов. Но это, знаете, как взять какую-то вершину, исполнить ту или иную песню, потому что там есть над чем работать, и есть определённые сложности. Танец простой цыган, без полна сон. Эти глаза её, эти слова её, сердце горит моё, что сон напасть. Во втором действии артисты показали отрывки из мюзикла «Ромео Джульетта». Оригинальная версия, так же как и «Ноттердам де Пари», была поставлена во Франции. Она облетела весь мир, стала популярной в России. Саровские зрители смогли послушать любимые арии из этого мюзикла. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Сёмкин